На юг от Вены есть небольшой городок Санта-Корана. Поехали мы туда в отпуск, но отпуск, не отпуск, решили 5 дней отдохнуть в этом городке, на этой улочке, вот в этом маленьком отеле. Собственно, называется он не отель, он называется кафе, но при нем есть пара хороших номеров, и вид с этих номеров великолепный. Воздух свежайший, панорамы красивейшие, тишина неописуемая. Все располагало к отдыху, пошли как-то гулять, и увидели мы вот такую необыкновенную конструкцию. Решили мы дойти до нее, ну, как будто бы рядом. Но чтобы попасть ко входу, к этому необычному аттракциону, пришлось долго, минут 40, подниматься все выше, и под нами оставались все больше и больше гор, а мы шли вверх и вверх. Правда, потом выяснилось, что туда ездит автомобильная дорога, и можно без всяких проблем туда доехать, но это было бы совсем неинтересно. Разве можно с окна машины увидеть вот это все? И надышаться воздухом, даже если с небольшой одышкой. После минут 30 подъема в гору, мы увидели вот такие вот фантастические конструкции. И мы поняли, что мы приближаемся. Тележки с людьми летели на достаточно высокой скорости. Потом оказалось, что эта трасса имеет длину только спуска 2-х километровую. И что скорость тут развивают люди до 40 километров в час. Поэтому мы решили идти чуть быстрее. Но подъем в горы становился, в гору все круче. Воздух, правда, оставался по-прежнему свежий. Потом оказалось, что не везде огромные скорости. Тележка идет достаточно, скажем, медленно. Хотя и там раздавались очень веселые голоса. Площадочка была оборудована и для детей, видите. И там сзади явное место для взрослых. А вот тут начинались клики. Не захотеть, как прокатиться было уже невозможно. Туда прямо тянуло. Здесь, видите, стоит тележка, где можно попробовать потренироваться, туда садиться. Тележка управляется вручную пассажиром. Сам может регулировать скорость своего спуска. Как я уже говорил, скорость здесь до 40 километров. Это если соблюдать правила, если не очень соблюдать, то скорость увеличивается. Единственное требование, вот спереди, слева, вы видите табличку. Не ближе 25 метров. Одна тележка должна подъезжать к другой. Кроме встроенных тормозов, которым управляет сам пассажир. Больше никаких элементов управления здесь нет. Вот вас пустили и поехали. Но дальше я просто помолчу. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь. Я тут плачу, не боюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Скоростной участок закончился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Туда нас потянут, по которому нас сейчас будут поднимать, составляет один километр. А вниз мы летели около двух километров, трасса была. Ну, теперь желающие могут передохнуть, обменяться впечатлениями, насладиться природой и послушать, как орут те, кто еще не спустился. Я буду периодически снимать камеру, она закреплена у меня на голове, чтобы показать, как это выглядит сзади. Видите, какая трасса длинная? А сбоку увидите та часть трассы, по которой мы только что вы делали. Поскольку гугл давно не обновлял эту часть своих карт, там еще не видно этого роллинг-банера. Хотелось бы, конечно, предоставить возможность зрителям, оценить его масштаб с космоса. Ну, когда-нибудь в углу обновлял эту часть своих карт. Прямой участок дороги. Подъем на трассах. И панорама сзади Венских Альп открывается. Замечательно. Едешь в этих тележках, имеешь возможность оценить, с какой тщательностью и педантичностью, сделан буквально каждый сантиметр этой трассы. Усиляет надежду и придает уверенность в безопасности. Ну, а мы подъезжаем к старту. Точнее, на этой стороне указывается финиш. Корректор А.Кулакова Точнее, опять же. Добавил Себи Альпом, Точнее, опять же. Точнее, опять же. Точнее, опять же. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok